Еще 12 фактов коронавирусной инфекции и 7 случаев пневмонии выявили за минувшие сутки. Таким образом, на 29 января с начала распространения инфекции общее число зараженных COVID-19 составило 3926 человек, а пневмонии – 1019. Число летальных исходов составило 51. Подробнее об эпидситуации в регионе расскажет Гульдана Каленхаза. Из 12 выявленных случаев COVID-19 – 4 с симптомами и 8 бессимптомных. Новыми носителями инфекции стали жители города, также Мартугского и Алгинского районов. Таким образом, от коронавируса в настоящее время получают лечение 114 пациентов. 18 детей из них находятся на домашнем карантине. Из них 36 находятся в инфекционных стационарах. В наркодиспансере 33. В реанимации находится 6 пациентов, на ИВЛе – 1. В разрезе районов у нас, в Алгинской районной больнице находится 1 человек, в Шалхарской больнице – 1, в Эмбе – 1. Город 33, района в районе 3 человека. Остальные пациенты находятся на домашнем карантине, под контролем врачей. А вот на домашнем карантине под присмотром врачей находится 372 октябинца. К сожалению, с начала распространения вируса скончались 51 человек. Последний случай – это смерть двух пожилых людей. Вместе с тем, за последние сутки у семьи граждан обнаружили пневмонию. Таким образом, от воспаления легких на стационарном лечении находится 54 пациента. По городу 34, в районе 20 пациентов. Всего у нас развернуто 445 инфекционных коек. В резерве имеется 3158 коек. По словам главы областного управления здравоохранения, занятость коекомест в настоящее время составляет 20%. Это говорит о том, что регион пока что находится в зеленой зоне по распространению инфекции. Тем не менее, по сравнению с декабрем 2020, в январе наблюдается повышение заболеваемости. И, к примеру, на сегодня прирост составил 0,3%. Поэтому, во избежание массового заражения населения, в регионе отработаны все оргмоменты к началу вакцинации, утверждает главный санитарный врач области. По плану старт вакцинации 1 февраля. В первую очередь вакцинация будет произведена медицинским работникам, которые находятся в красной зоне. Это врачи-инфекционисты, участковые врачи, средние медицинские работники, работники санэпидслужбы. Вторым этапом идут уже педагогический состав. И дальше уже идут те структуры, которые также связаны с работой населением. Это силовые структуры и так далее. К слову, процесс вакцинации будет проходить по желанию. В случае, если актюбинцы хотят привиться, то могут обратиться по месту жительства. Услуга будет оказываться бесплатно.